Сборная Екатеринбурга против команды области. На площадке Дивса сегодня прошел матч звезд уральского баскетбола. В перерыве спортсмены поучаствовали в конкурсе на слэм-данк, лучший бросок сверху. Эти прыжки надолго запомнили и болельщики, и мой коллега Иван Веденин. Самый габаритный игрок матча звезд Федор Аверьянов заставляет зрителей ахнуть. В первой четверти он едва не оторвал кольцо команды соперника. Три раза подряд забил мяч сверху. Так скажем, размялся, привел себя в тонус. Мы все-таки любители, хотелось бы подчеркнуть, то есть здесь нет профессионалов. Федора называют уральская электричка и сравнивают с суперзвездой мирового баскетбола Блейком Гриффином, который выступает в NBA. Вот такой невероятный трюк американец исполнил на матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Забил, перепрыгнув через автомобиль. В Екатеринбурге пытаются скопировать полет Гриффина. Это происходит во время перерыва. Здесь устраивают конкурс на лучший слэм-данк, иначе бросок сверху. Только вместо автомобиля используют обычный письменный стол. Символично, что трюк выполняет игрок по прозвищу Америка. Александра Вепрева так называют друзья за красивые броски сверху, подобные тем, что выполняют за океаном. А это самый молодой участник конкурса слэм-данков Александра Флятунов. Ему всего 18 лет, но он уже взмывает над кольцом не хуже опытных соперников. Вот этот бросок выводит его в финал. Но даже столь зрелищная попытка не обеспечивает ему победу. Побеждают в конкурсе Николай Мурзаев из сборной Екатеринбурга. Комментарии здесь излишни. В самом матче выигрывает сборная Екатеринбурга со счетом 108-107. Ничей в баскетболе не бывает, хотя игроки признаются, что не прочь были завершить встречу в стиле «Победила дружба». Дружеская ничья всегда, конечно, имеет место. Иван Веденин, Николай Малышев, новости 4-го канала.